Всем привет! Сборную России хуй поймешь. Самая непредсказуемая команда, самая непредсказуемая сборная. Как они будут играть, никто никогда не знает. После абсолютно донного матча, совершенно донного, самого худшего в истории сборной России против Словакии, сегодня сборная России сыграла охуенно. Она сыграла охуенно. И вообще матч был очень смотрибельный. Без вот этого дрочи, 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 нам не забьют. Сборная России и сборная Словакии сыграли очень хорошо. Футбол был смотрибельный с первой до последней минуты. И конечно же сборная России удивительно сыграла. Удивительно в том плане, что они абсолютно не боялись, шли вперед, покуда были силы. Так скажем, последние 10 минут, они уже конечно сдохли все, но выдержали. Вот удивительно на самом деле, как сыграла сборная России. Я конечно не ожидал такого, да кухню ты ожидал. Никто не ожидал, что так смело будет играть. Откуда у них силы появились, откуда у них такое рвение, появились комбинации какие-то. После Словакии там была вообще полная пустыня. Огненная пустыня, вообще ничего, пустота была. И вот в этом матче так сыграли. Удивительно на самом деле. Ну вот, в первом тайме забили два, могли еще забить. И в целом, сборная России даже когда вела 2-0, они шли вперед. То есть там не было какого-то удержания, как со сборной Словакии, да. Все отошли вперед, держимся. Вот, поэтому, такая история. В целом, сборная России собирала в этом году, наверное, самый лучший матч. Даже при обеих тренерах, при Черчесе и при Карпине, это был самый лучший матч. А при Карпине это 100% самый лучший матч, да. Я, конечно, такого игры не ожидал от них, смел. Я думаю, вообще закроются, будут дрожжи-дрожжи-дрожжи, дрожжи-дрожжи. Ну, нихуя, блядь. Даже таким составом они сумели обыграть. Сенсационно. Давайте говорить прямо. Они обыграли Словению сенсационно. Вот, никто этого не ожидал. Думали, ну, если ничья будет, это охуительно будет. Ну, все равно обыграли. Что сборной России не хватает? Сборной России не хватает нападающего. Эти олени, которые у нас впереди играют, это, блядь, самые обычные олени. Смолов – это олень рогатый, рогатый, блядь. Блядь, тупой пиздец, блядь. Без нападающий, по сути, играли. Два гола наших забили оба защитника. Поэтому нападающий нужно. Почему Дзюбу-то и впихали в состав? Потому что нихуя нападающих у нас нет. Тот хоть укрывал, там, за счет какой-то техники забивал. А эти, блядь, все долбоебы, которые у нас сейчас нападающие эти все. Заболотные, смоловные, тупые, пиздецки, нахуй нападающие, блядь. Поэтому все остальные, в принципе, сыграли хорошо. Защитник сыграли очень хорошо. Наши защитники сыграли очень хорошо. Да, они пропустили гол, да, могли еще пропустить. Ну, блядь. Это сборная Словении. В атаке они очень сильно сыграли. Вот. И гол, который славянцы забили, он... Это не сборная России пропустила. Это забила сборная Словении. Потому что хорошая комбинация. Был вообще охуенная комбинация. Такой итальянский стиль комбинации. Вот чемпионат Италия так играют. Пятка отдают и бляхуя к сборной. Ну, и, конечно же, Ильичич, это, блядь, просто все. Вся игра сборной Словении крутится вокруг одного игрока. Это Ильичич. То есть, если бы у нас хотя бы один игрок такой был, ох, ёпт. Вот. Ну, а так, в целом, матч очень смотрибельный. Очень смотрибельный. И с первой до последней минуты команды ни единой минуты дрочки не было. Ни единой минуты, блядь. Вот. Играли туда-така, сюда-така, друг друга по ногам били. По-моему, 39 фолов был матч. 39 фолов, блядь. Хуесосили друг друга там. Такой забористый был матч. Охуенный матч. Ребята, я вот последние там три дня смотрю все матчи там и Южной Америки, и там вообще матч это охуенный был. Вот. Смотри, блин, матч, который можно смотреть. Вот. Ну, к нашему счастью, сборная России выиграл. Вот. И я рад этому. Я очень рад. Посмотрим, что будет дальше. Потому что, ну, это пока один, один матч у Карпина. Из там, из пяти, да? Которых он провел за сборную. Все остальные у него были хуеваты. Вот. Но если они так будут играть, наша сборная, то, блядь, на чемпионате мира вы много чего добьемся. Вот. Ну, тут еще такой плюсик. Сборная России, то, что у нас многих игроков не было основных. Ну, не многих, но не было основных, да? Вот. И Миранчуки там, Головины, они все не в форме. Там, Головин не играл вообще, а Миранчук, в принципе, еще и совершенно не в форме, да? Может, еще какие-то другие игроки появятся, или молодежь там подтянет свое мастерство к чемпионату мира. Я к тому, что я надеюсь, что сборная России выйдет на чемпионат мира. Вот. Посмотрим, посмотрим. Пока это один матч. Один матч из пяти, да? Карпина, пожалуйста. Если он будет хуевый матч провести, ну, конечно, мы хуесосить будем. Я вам абсолютно нейтральный человек, я болею за сборную России, я не эти, блядь, не секта Карпина, который говорит, блядь, он охуенный, если он хуевый играет, я и говорю, хуевый играет. Если хорошо играет, то тоже говорю, хуевый, хорошо играет. Вот. А вообще в нашей группе там интересная ситуация сложилась, да? Никто ее не ожидал, нихуя, блядь. Вот. Все думали, как, ну, сейчас Хорватия ебнет Слованкию, а Россия проиграет там. В Словении. Вышло наоборот. В Хорватии сыграли ничью, правда, не проиграли. Вот. А Россия выиграла в Словении. Теперь Россия на первом месте в группе, опережая Хорватию на два очка. И, в принципе, скорее всего, все решится в Хорватии. И Хорватам, чтобы занимать первое место, которое дает прямую путевку на чемпионат мира, Хорватам надо в этом матч обыгрывать Россию. Сможет ли она их обыграть? Хуй его знает. Если сборная России будет так же играть, как сейчас, и там Миранчук, Головина берут форму, да? Кто-то еще, то... Как бы там Россия, блядь, не ее бы вообще ехать, да? Вот. Такой момент. Но до этого может вообще ничего не дойти. То есть сейчас Россия переезжает в Хорватию на два очка, и впереди два матча еще. То есть Россия играет дома с Кипром, а Хорватия играет на выезде с Мальтой. То есть если Россия выиграет у Кипра, а Хорватия не выиграет у Мальты, то последний матч Россия-Хорватия уже совершенно ничего не будет означать. Совершенно никому не нужно будет. Вот. То там просто отрыв России будет уже четыре очка. И Россия напрямую выйдет на чемпионат мира, да? Ну а для этого должна Хорватия там не выиграть у Мальты, что, не знаю, мне кажется, это фантастика. Вот. Хотя, блядь, почему бы и нет? Давайте помечтаем. Ну, хотя, блядь, может быть такого? Кто? Сегодня думали все, что Хорватия обыграют Словаку. Хуй. Мальта сыграла с Кипром ничего. Может, надо бы выдаст какой-то выдающийся свой матч против Хорвата. Удалять хорватского игрока на 19-е минуты. Это реально, да? И все нахуй. 0-0. И Россия говорит, пока. Мы поехали на четвертый мир, а вы тут в стыках еще играете. Вот. Поэтому не все потеряно. Да и в Хорватии можно играть, в принципе. Вот такой мой обзор этого матча. Повторяю еще раз, Россия сыграл очень хорошо. Очень хорошо. Вот. Надеюсь, в дальнейшем они будут так же играть. В дальнейшем играть. Потому что это только одна такая игра под руководством Карпена. Только одна. Не надо говорить, что там остальные игры будут такие же, еще лучше. Будем смотреть. Я пока не знаю, что там будет дальше. Вот. Но эта игра очень хорошая. Очень хорошо сыграли. Почему они так сыграли? Хуй его знает. Не знаю. Ну, это Россия. Она наебанутая. Наебанутая. Это не самая ебанутая команда. Когда их хуй сосят, они начинают играть. Знаете, мне кажется, просто... Почему Россия так сыграла сильно? Она действительно сильно сыграла. Мне кажется, игрокам дали пизды. Честно скажу. Пизды им дали. Матом. Их лечили матом. Или может даже реально пизды дали. Потому что они стали играть. Потому что наши игроки без пиздюля они не играют. Нашим людям нужен пиздюль. Это как вакцина от безделия, от лени. От распиздяйства. Русскому человеку надо постоянно давать пизды. Немцу не надо. Испанцу не надо. Они все понимают головой. Нашим надо. Нашим, когда только пизды даешь, они начинают о чем-то думать. Блядь, точно надо играть. Мы же за Россию стали. За свою страну играем. Вот только после этого. Я понимаю, что там скорее всего после этого матча там мат, перемат был адский просто. Скорее всего, может там Карпентай может и не орал на них, да. Но я могу сказать, кто орал. Пицарев. Вот Пицарев там хуйсосил их. Он умеет. Он их там... Там такой мат был, что... Вот. Вот. И я предлагаю, чтобы перед каждым матчем их вот так воспитывали пиздюлями. Особенно надо это делать перед Хорватом. Вот перед Хорватом они надо... Вот реально. То ли перед матчем реально отпиздить, блядь. Всех нахуй. Ну, по крайней мере, по виду, чтобы они начали играть. Вот. Только так наша сборная начинает хорошо играть. Всем пока.